ОЧНАЯ СТАВКА Всем привет! Сразу скажу, что очень не хотелось делать этот выпуск. Так как подобные ролики не красят никого, но тем не менее, мне брошен вызов. Со стороны человечка, которого я старался уважать до самого последнего момента. Хотя у каждого свои тараканы в голове, и иногда они бывают весьма активны. Особенно с весенним обострением. Так как выпуск почти не относится к моим основным темам, это вихревой медицине и разоблачении аферистов, то ваше дело смотреть дальше или нет. Просто буду ставить все на свои места, и конечно точку над им. Будет некое демонстрационно обучающее видео. Но все по порядку. Представьте, приходит такой чел посмотреть мой ролик, в котором какие-то глобальные разоблачения, серьезные и неопровержимые доказательства, демонстрации, которые до сих пор никто и никак не мог опровергнуть или объяснить обратное. Обычно как ведет себя нормальный мужик. Если все это фуфло, то смотрит, анализирует и выдает некие опровержения по теме. Если есть какой-либо косяк. Если никакого подвоха, то подтверждает, что все окей. А как ведет себя гаденыш? Он не смотрит и не вникает в суть показа. Даже не пытается что-либо полемизировать поднятой теме. Возможно, просто из-за своей узколобости и примитивности мышления. Но ведь очень хочется нагадить. Аж чесотка в одном месте. В результате, найдя знакомые термины и сомневаясь в их правильности, собрав всю желчь и, возможно, поруганную честь, выплескивает все свое дерьмо наружу. Нисколько не сомневаясь в своей правоте и значимости. А тут еще и хомики с отмороженным мозгом подкатывают, да поддакивают, даже не пытаясь вникнуть в суть. Хотя, понятное дело, вникать-то нечем. А теперь суть. Вот в этом видео, разоблачающее мною в пух и прах известного мошенника Слободяна, нашли как бы мое безграмотное определение. Где, по мнению народного мстителя, я допустил ошибку, назвав трансформатор-преобразователь трансформатором. Вот преобразователи, смотрите. А вот смотрите, какой миниатюрный преобразователь. Хотя он по мощности примерно такой же, как и этот. Но в чем разница? В том, что вот этот преобразователь на 1,2 МГц, а этот на 300 кГц. Поэтому здесь больше трансфик, здесь меньше трансфик. Ни много ни мало. Оказывается, это дроссель. Вот же я, Олух. Учу других, учу. А сам даже в простом не разбираюсь. Так вот, основная тема показа, это обучение демонстрации и показчиков. Чем отличается трансформатор от дросселя. Давайте разбираться. Конечно, можно было бы в Википедию обратиться, как это обычно хомячки делают. Но там, видно, запись лет 50 не обновлялась. Ладно, идем в лоб. Что значит слова трансформатор? И трансформировать. Трансформатор есть преобразователь. А трансформировать, это значит преобразовывать. То есть, истинный смысл этого определения, быть неким активным элементом, которое в нашем случае преобразовывает переменное напряжение из одного значения в другое. А что значит дроссель? В механике это вообще некая заслонка, как в карбюраторе, например. Но в него мы лезть не будем, а в электронике. Да это тоже некая заслонка, только обычно для некоторых высоких частот. В общем, определение дросселя, это сглаживание, или гашение, или фильтрование, или блокирование, подавление, ограничение. Проще фильтр для удаления помех. То есть, пассивный элемент. Вот такие элементы у меня тут в большом количестве. И это все дроссели и фильтры. Вот тут я подобрал вам все дроссельки. Хотя нет, обманываю. Тут не все дроссельки. Вот трансформаторы, к примеру. Кое-что на блоках питания какие-то трансформаторы. Вот это уже старинный анахронизм, так называемый, который уходит в прошлое. Обычные на 220 вольт, 50 герц. Сейчас уже не модно такие. Или вот. Тоже. Анахродроссель. Тоже прошлый век. Маленький был. Тоже для блока питания. Тоже 50 герц. А вот это уже повыше частоты. И эти уже трансформаторы на феррите. Или вот тут. Как понять? Вот это блок питания. Вот вроде трансформатор, а вот вроде дроссель. Правильно? А ведь можно сделать и наоборот. Сделать из этого кольца трансформатор, а из этого сделать дроссель. То же самое и все, что здесь вы видите. Вот эти дроссели можно превратить в трансформаторы. При определенных условиях. Вот эти трансформаторы можно при определенных условиях превратить в дроссели. Я уже вам определение дал, что трансформатор это преобразователь, а дроссель это пассивный фильтр. Потому что есть еще активные фильтры. Но это уже другой вопрос. И вот что здесь есть. Вот это по мнению некоторых дроссель. Но на самом деле этот трансформатор, который стоит в преобразователях. А что такое преобразователь? Это трансформатор. Вот вам, к примеру, живое. Ну, это ведюха от компьютера. Вот видите вот тут. Для кое-кого это дроссели. Но на самом деле это трансформаторы. Потому что они стоят в преобразователях. И они преобразовывают напряжение. Так как в ведюху идет 5,12 вольт, а процессор и память требуют значительно ниже напряжения. Поэтому здесь стоят мощные преобразователи. И даже вон их сколько. Так как по одному не хватает. Здесь десятки ампер ток. Но этот я включать не буду. Я вам покажу только вот некоторые снимки, фрагменты по компьютеру. Взял с жены компьютер, открыл. И вот заснял вам фотки. Свой уже не трогал, потому что у меня под ногами валяется. До него добираться тяжело. Но вот что я хочу показать. Кроме всего прочего вот этих всяких пассивных элементов мы сейчас здесь делаем активные элементы. То есть я покажу вот то что на чем был камень преткновения. То что я показывал когда в обзоре по разоблачению Слободяны и там выискали совершенно не относящиеся к теме элемент. По-моему вот этот. И вот ирония пошла что вот это вот типа я назвал трансформатором а якобы это дроссель. Вот теперь мы будем демонстрировать. Как я уже сказал дроссели это те элементы которые что-то там фильтруют по цепи. То есть вот например как вот эти все стоят они на входах обычно вот эти вот все дроссели они стоят на входах блоков питания вторичных и фильтруют чтобы помехи туда-сюда не ходили. То есть так как это преобразователь вот как здесь преобразователь и вот стоит дроссель он не дает этот дроссель чтобы вот эта помеха там 20-30-50 килогерц которые здесь вот на преобразователи идут чтобы они выходили в сеть и сюда не приходили еще какие-то помехи. например какие помехи? Вот если у вас например холодильник на кухне включается а у вас телевизор из-за этого дергается или там щелчки какие-то происходят в усилителе в колонках это из-за того что у вас наверное фильтр не стоит дроссель так вот смотрим вот у нас это все вот 4 преобразователя самых разных есть и тут повышающие и понижающие вот я даю ну 12 вольт примерно даю и смотрим вот это я дал нагрузку 33 ома и что мы видим вот эти преобразователи они примерно работают на 300 кГц и мы видим что почему-то так называемый дроссель ну как некоторые считают почему-то находится в активной зоне то есть он почему-то в активе а почему он в активе потому что он преобразовывает напряжение и то что у него два вывода всего они 3, 4, 5, 10 как в трансформаторах как бы обычных ну это хомячки считают что трансформатор должен состоять там из кучи ножек выходов входы выходы или вот как здесь нет для преобразования то есть трансформации достаточно и двух ножек факт то что вот этот трансформатор работает как актив он преобразовывает то есть вот я даю 12 вольт а здесь уже в зависимости как микросхема работает тут вот как мы здесь регулируем соответственно скважность меняем и получается что трансформатор работает и преобразовывает поэтому у нас идет помеха активная вот я взял обычный ферритовый гантелеобразный сердечник намотал здесь в нем где-то наверное витков 300 провода ну это особо тоже не имеет значения вот два диода это обычно по вихревой медицине я вот можно этим смотреть как обычно вот у меня этот датчик он тоже светится как видите все светится можно даже такие применять но не совсем слабые но тоже вот так то я не знаю видно нет видно горит даже этим можно проверять то есть вы можете проверять вот у вас например вот как здесь да включили ну как я вот вам показал на материнке и вот датчиком ткнулись и посмотрели что у вас работает что не работает то же самое в любом блоке питания вот берете любой блок питания вот как например зарядка тот же трансик стоит ну тут простейшая зарядка его тоже можете проверить находится в ли сам этот трансформатор в активной зоне на 50 герс конечно так не проверишь надо другой немножко дальше ну там они гудятся но слышно вот этот у нас один преобразователь это у нас такой который побольше берем другой преобразователь чуть поменьше кстати повышающий смотрим тоже светится дроссель светится да представляете по мнению некоторых это же дроссель и чего он светится берем еще меньше может это дроссель проверяем да кстати если давать нагрузку не давать то естественно будет меньше а когда даем нагрузку маленький а как светит потому что у него частота повыше здесь вот видите разве дроссель может светиться точнее генерить чего-то дроссель может только фильтровать правильно господа хомячки я конечно про неадекватов говорю с адекватами то все должно быть в порядке и вот тот на который меня так запалили вот малюсенький малюсенький дроссель проверим может он на самом деле дроссель нет зараза тоже светится понятно да вроде все понятно то есть трансформатор это все что угодно и вот это может быть трансформатором пока он дроссель но он может стать трансформатором если на него дать определенные импульсы и он начнет преобразовывать электричество вот этот может любой вот то что вы все видите здесь это может быть и дросселем и трансформатором в зависимости от того как его включили в цепь а теперь представьте себе я вам еще покажу гулять так гулять берем тюнер берем тюнер включаем и смотрим вот у нас ну я почему тюнер взял потому что у него очень много преобразователей вот раз два три четыре и много доселе раз два три четыре тоже дроссель вот трансформатор соответственно который на блоке питания стоит и что мы видим светится зараза хорошо а здесь и здесь светится и тут светится и здесь везде светится так ну туда я не долезу а на дросселе ну что на дросселе не хочет светиться беда печалька вот еще дроссель к примеру светится нет потому что элемент пассивный он подключен как фильтр дроссель это фильтр а трансформатор это преобразователь и все что может преобразовывать называется трансформатором ну или как я там сказал трансик вот телевизионный тюнер тоже тут есть вот он вообще маленький ну как тут на котором я вам показываю да вот примерно такую ладно включать не буду то же самое светится не светится светится не светится там где надо светится там где надо не светится все можно было бы еще осциллографом показать как тут все активно или пассивно работает но думаю со светодиодным датчиком будет даже наглядней да и пригодится вариант как без приборов можно посмотреть дышит ваш блок питания или нет к этому можно добавить еще ситуацию вот если вместо дросселя ну тот который что-то там фильтрует поставить перемычку то устройство будет работать как ни странно да и даже в подавляющем большинстве случаев не заметит потери бойца а если в этом преобразователе вместо трансформатора поставить перемычку будет работать мало того что не будет но и пожар можете устроить грандиозный ладно кто еще не устал от моих норовучений давану психологией меня всегда поражало в людях это низменное начало лгать и гадить ради неких меркантильных интересов или просто потому что как-то пути пересеклись горелочкин начал меня кошмарить еще год назад с самого начала моего появления на ютубе когда я выпустил первый ролик по вихревой медицине он тут же у меня отметился и написал некие неадекватные комменты не забывая дать ссылки на свои ресурсы и было еще пара нападок на меня но позже он все неожиданно удалял и ограничивалось вот такими комариными укусами как с этим дросселем видно его особенно забесило что я иногда нелестно отзывался о его народном генераторе тем не менее я его всем предлагаю чтобы использовали потому что он хоть с костылями а работает нормально но я использую для своих разработок другой вариант и это его так бесит кроме того странностей за Денисом множество он же когда написал мне вот это сообщение возвеличивая себя любимого до небес а меня втаптывая в грязь тут же удалил свой ютуб канал вот те кто ведет свои ютуб каналы по нескольку лет как вы часто их удаляете а вот ему как нефиг делать насколько надо быть неадекватом чтобы так делать хотя на самом деле там было что скрывать для ответки у него почти половина роликов была с неким уклоном на грань здравого понимания к сожалению я не успел заскринить и скачать самые злачные моменты но Дэн прекрасно понимал что канал лучше ликвидировать и что самое главное меня зацепило от чего я окончательно решил сделать этот выпуск что он у себя на странице вконтакте поставил мой ролик по тестированию комплекта по вихревой медицине где кстати находился генератор собранный по его схеме на одну полку с неким выродком который тупо косит под разоблачителя всего и вся главное чтобы посещаемость его канала была отморозок полный причем эта гнида пытается разоблачить саму суть вихревой медицины в которой он сам просто даун без мозгов и ведь тот же Денис в вихревой медицине играет не последнюю роль придумать более марзматического соотношения ну наверное способен только клинически постоялись дурки кстати вчера когда готовил этот ролик решил снять пару фрагментов этого Дениса лидера ТВ но как оказывается это уродство уже удалено по требованию чтобы понять что из себя представляет этот выродок достаточно пару фрагментов замечательно и теперь с другой стороны руки трясутся потому что я пил вчера как слепая лошадь паяльник 25 ватт у меня была мысль сделать на него ответку на этот наезд по вихревой медицине но ролика уже нет а записать я не додумался так вот Денис Горелочкин на своей странице ВКонтакте в одной и той же ветке в один день 6 апреля выложил ссылку на ролик одной конченной шизы который попытался накидать дерьма на саму суть вихревой медицины и на Мишина который несколько лет назад по наследию Николы Теслы возродил его изобретение и там же разместил ссылку на мой ролик про тестирование комплекта по той же вихревой медицине то есть меня который занимается разработками в этой сфере и популяризации он преднамеренно ставит знак равенства опять же под этой ссылкой написал живый коммент ну и тут же местные хомики отметились даже не пытаясь разобраться в сути в общем Денис настойчиво и утвердительно вписал меня во враги вот и подумайте какие тараканы терзают его мозг что он соратника по общему делу вписывает противникам для чего была написана эта провокация по хайпу и баблу хотя на самом деле я всегда и во всех своих роликах напоминаю что меня хайп вообще не интересует и тем более нет никакого материального интереса скорее наоборот я трачу свои средства и свое время а вот Дениска очень даже неплохо тянет бабки с вихревой медицины я уже не раз говорил что конечно я не против чтобы народ зарабатывал если делает это более-менее честно сам подумаю все-таки заняться бизнесом через ютуб но насколько надо быть меркантильным гаденышем чтобы на вихревой медицине зарабатывать явно нехилые бабки но других носом тыкать в то что лично они не занимаются я же всегда говорю что не занимаюсь рекламой по вихревой медицине и никому ничего не продаю это как трезвенника назвать алкоголиком причем сам еще тот насос кстати он снова показал себя неадекватно на днях удалив свое же дерьмо с ветки интересное болото у него правда пишет дерьмо удаляет снова пишет удаляет вот и что мне оставалось делать после таких выпадов только ответить хотя снова подчеркну что я очень сильно сожалею об этой ситуации когда мы делаем общее дело по вихревой медицине но вылазят такие гнилые язвы а теперь подытожим любой элемент похожий на трансформатор или дроссель преобразующий энергию или генерирующий ее то есть находящийся в активном режиме является трансформатором и наоборот если подобное включено по схеме фильтра или ограничителя не производящего и не преобразующего энергию является дросселем правда ради элементы заточенные под дроссели не очень хорошо годятся в роли трансформаторов и обратное надеюсь неучи усвоят это и не будут мне под нос тыкать подобным бредом ради тупой мести самое печальное в этом мне палки в колеса ставит тот с которым мы делаем общее дело но у него видны свои цели и своя дорожка в этом деле и как обычно в очередной раз напоминаю что меня абсолютно не интересует ваше мнение ваши подписки и ваши лайки мне совершенно нет никакого интереса кроме поиска истинной правды вести канал на ютубе и да кто будет мне кидать некие предъявы что я кому-то что-то должен или обязан тех просто пошлю нахер я понимаю что стал голой грудью против ощетнившихся и бешеных паразитов с которыми боролся всю жизнь и буду продолжать бороться почти в полном одиночестве так как окружающая нас биомасса совершенно безразлична ко лжи и идиотизму им нужны только хлеб и зрелище всем до свидания мошенников по антинауке лжеизобретателей всяких которые наживаются на мнимых доверчивых и больных людях на тех кто не осведомлен и верит во всякую хуйню мошенники без тыда и совести разводят всех лжеизб и